Приемы специалистами по тематичных направлениям могут допомогать больше эффективно выражать проблемы грамадян. Такое меркование выказал помощник президента Беларуси, инспектор Пахомельской области. Юрий Шулейко провел прямую линию и прием грамадян у Калинковича. С хваливающими питаниями до помощника президента звернулись больше, как 15 человек. Про тяг темы в материале наших корреспондентов. Как показывает практика, от частей за все тематика «Зворотов» не вельми одрознивается. Люди просят допомоги в выражении жильевых и судовых питаниях, а так само работе и уладковании дорог. На думку помощника президента важно, чтобы человек звернулся именно до того специалиста, у чьей компетенции находится сфера, которая его интересует. Это позволит больше эффективно выражать проблемы грамадян. Юрий Шулейко означает, что в Гомельской области попробует укоренить практику приема грамадян специалистами по повной тематице. Если мы будем, может быть, постараемся в дальнейшем делить на какие-то группы под группы, то мы больше примем граждан по целевому вопросу. И мы решим их проблемы, которые идут к определенному руководителю, который глубоко владеет данной тематикой. У Калинговича до помощника президента со своими пытаниями по телефоне и особиста звернулись больше 15 человек. Также харвезки Турцевичи поведомил, что в центре населенного пункта фермер на своем участке смешает больше сотню коров. Такое существо доставляет незручности. Юрий Шулейко в сопровождении керевников Раева Конкама выехал на место, чтобы разобраться с этим пытанием. Фермер Миколай Змушко и сам рады перевести свою господарку за меж и везки, больше пристосованные для этого умовы. Однако нема куды. Будовництво новых помешканью за патрабой немалого часу, а головные – сродков, яких у фермера просто нема. Сейчас где-то что-то даже хоть на своей земле, где-то, которой пользуюсь поставить хозяйство – это большая проблема, не разрешается. А во-вторых, это же не днем, чтобы что-то построить, надо большие финансовые вложения. А как это снять оборотные средства с хозяйства, когда на сегодняшний день надо и топлива уборка, и то работать, и то работать, это тоже трудно. Помощник президента ситуацию разумеет, дорушая мясовым уладам у самый короткий термин пропоновать приемальное для всех боков решение. Тут достаточно принципиальный вопрос, который нужно глубоко изучить для того, чтобы сначала найти приспособленное помещение, потому что все стоит денег, или отправить на развитие скотоводства, или строить сегодня временно здание. Действительно, сегодня содержание скота происходит прямо в жилой части деревни, вокруг находятся жилые дома, школы и так далее. Нужно подойти умно, планомерно, для того, чтобы не разрушить бизнес, потом возвращая кредитную нагрузку, а чтобы сегодня хозяин понимал, что год-два я строю, потом сельчане будут довольны, что я уехал с этого места, и бизнес остался, а может даже увеличиться, и ему станет легче, технологичнее, для того, чтобы получать качественный продукт молоко и мясо. Подчас приема Юрий Шулейко ознайомился и с ситуацией в районе. В приватности его текавили проведение оздоровленной кампании подчас каникулу, подрыхтовку установки докации до нового научного года. Не обминули увагу и уборочную кампанию, подрыхтовку до зимы и доброе упорядкование. Максим Савин, Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомельска и Линковицкого района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова